Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Поскольку с обычным золотом в синёкой недостача по жизни, то её президент попросил своего татарского коллегу пустить белорусских нефтяников к тамошним запасам чёрного золота. Чтобы на как-то там субподрядах или ещё как-то Беларусь нефть работала с вами. Попутно выяснилось, что когда-то и мы были богаты, но насосы в Советском Союзе оказались ого-го. В своё время нефть выкачали и вывезли из Беларуси. Разве у нас есть нефть? Везде есть. Всегда была и есть. Даже неискушённый в политике человек в курсе, что российская нефть бывает двух типов. И этих типов мы хорошо знаем. Краник по-прежнему в их руках. Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. Совсем хорошо. Офицеры держали экзамен перед главнокомандующим. И дабы задобрить, подарили ему Маузер. На память эмблема войск западного оперативного командования. Лукашенко слово товарищу Маузеру в тот день не дал, но не применул козырнуть. Я же знаю армию как своих пять пальцев. И на пальцах объяснил, как нужно готовить офицеров. Я говорю, что они вундеркинды у вас должны быть. Я понимаю, какой должен быть офицер. Опять же, сам бегал, прыгал, подтягивался, солдатами занимался. Неплохо было бы, кстати, усилить наши танковые дивизии эскадроном прыгающих вундеркиндов. Да где возьмёшь? Он один такой. Ты же вундеркинд. А шо это такое? А чёрт его знает. Глава нашего НОКа и Янец Кучанчич, ИО, президента Европейского Олимпийского комитета, договорились провести вторые европейские игры в Беларуси. Мы с вами приняли историческое решение. И в 2019 году мы соберём здесь европейских спортсменов на нашу Олимпиаду. В организации белорусской Европиады решено перенять опыт первопроходца Азербайджана. Ему, кстати, такие игры обошлись в 3 миллиарда долларов. Как раз столько, сколько мы просим в долг у МВФ. Многие рады были провести, но побаиваются. И мы искали какой-то алгоритм проведения подобных игр. И думаем, что мы сделаем их душевными. Когда денег в казне шаром покати, только и остаётся, что демонстрировать душевность. Но ведь и душевные муки денег стоят. Какой-то меркантильный маркадон. О душе бы подумал. О душе? О душе, о душе, о душе. Выступая на 45-м заседании Генассамблеи Европейских Олимпийских комитетов, Лукашенко раскритиковал непрозрачную работу Всемирного антидопингового агентства. Беларусь выступала и выступает за чистый спорт. Но коллективная ответственность – не лучший метод в этом плане. Отстранение целых команд и стран от участия в играх неоправданно и контурпродуктивно. Батька знает, о чём говорит. Не дай олимпийский бог какую-нибудь нашу команду задопингуют и отчислят. А тут европеада на носу. Верно говорят. Победить сейчас может каждый. А ты попробуй анализы сдай. Достаточно одной таблетки. Служба безопасности Украины в порыве национальных интересов принудила вернуться в Киев самолёт Белавиа из-за подозрительного антимайдановца на борту. Если верить нашим пилотам, украинские диспетчеры грозили поднять в воздух истребители. Впрочем, СБУшники это отрицают. Так или иначе, наш МИД заявил протест. Белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и сдержек. Сейчас обе стороны стращают друг друга обнародованием разговора пилота и диспетчера. Но и без того ясно. Либо кто-то врёт, либо одно из двух. Сотни любителей фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр собрались на фестивале «Юникон-2016» в Минске. Как известно, в любой фэнтези есть доля правды, но с местным колоритом. Меня подставили, я невиновен! В общем, у белорусов появилась ещё одна, помимо принимаемых на Всенародном собрании пятилетних планов, возможность заглянуть в будущее. К автомобилю времени они проявляли особый интерес. Он был выпущен в США в 81-м году ограниченным тиражом, но стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее». На просторах СНГ всего несколько экземпляров. У нас в Синеокой уже два десятка лет актуальна своя фантастическая модель «Назад в прошлое». Так сказать, фэнтези о потерянном времени. Что же это изобретатель свою машину времени назад не крутит? Господи, какой скандал меня дома ждёт? И о погоде. Она, как и подобает в октябре, будет дождливой. Температура днём до плюс шести. В эту промозглость окунутся премьер-министры России и других стран СНГ, которые прилетят в белорусскую столицу на очередные заседаловки. Ну а наши полярники отправятся туда, где ещё холоднее – в антарктическую экспедицию. Во вторник в Минске раздадут призы победителям фестиваля «Мельница моды». С 28 по 30 октября кинотеатр «Победа» покажет нам современные южнокорейские фильмы. В пятницу в Беларуси – старт официальных продаж седьмых айфонов. В субботу в Минск-арене заведёт свою шарманку кавалер ордена Франциска Скорины Николай Басков. Александр Григорьевич, сегодня так всё проверяет, что даже все боятся выйти на сцену. Но главное культурное событие недели и даже года – возвращение из вынужденной творческой эмиграции Сергея Михалка. Под первый на белорусской земле концерт его рок-бенда «Брутто» выделяют ледовую арену в Гомеле. Будет жарко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова